Острою боль, которая сопровождает артроз, иногда называют сторожевым псом здоровья. Организм как будто кричит, побереги суставы, не мучай организм. Но внутренний голос слушают, конечно, не все, и иногда человек своими действиями просто усугубляет течение заболевания. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии врач-травматолог-ортопед Дмитрий Кудашев. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. В очередной раз с удовольствием его принял. И надеюсь, что сегодняшняя беседа привлечет интерес аудитории. Я в этом не сомневаюсь. Тем более, что в прошлый раз мы с вами не успели о многом поговорить. В частности, не успели поговорить про артроз. Надеюсь, что это сделаем сегодня. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Звоните к нам в студию, задавайте вопросы. Еще раз повторю, что тема сегодняшней программы – артрозы. И для начала, наверное, всем нам нужно прояснить, что это за заболевание такое. Если говорить понятным языком, остеоартроз – это заболевание, при котором у человека начинает истираться суставной хрящ. В конце концов, он полностью исчезает с суставных поверхностей, что влечет за собой сначала небольшие, а потом грубые нарушения функции сустава. И, соответственно, болевой синдром. Нужно правильно говорить. Остеоартроз? Само понятие артроз не существует отдельно от остеоартроза? Это очень тонкий вопрос, очень грамотный. Уже можно говорить о том, что идет профессиональная дискуссия. Я стараюсь. На самом деле, правильный термин, конечно же, остеоартроз. Почему? Потому что уже давно было установлено, доказано, что в процесс этого дегенеративно-дистрофического заболевания вовлекается не только хрящ, но и подлежащая кость. Поэтому остео, как раз вот эта вот часть слова, она и говорит о том, что поражение затрагивает и костную ткань, что, в общем-то, очень важно. Как раз это и был мой следующий вопрос. Задействованы ли связки, сухожилия, там что-то окружающий сустав? Безусловно, безусловно. Нужно четко понимать и нужно всем это понимать, что остеоартроз – это заболевание, которое поражает не только суставную хрящ, но вследствие нарушения функции сустава начинают страдать все структуры, которые обеспечивают его функцию. Это капсулы сустава, это связки окружающий сустав, это сухожилия, и даже мышцы, и даже это смежные суставы, выше и ниже лежащие, если мы говорим, например, про коленный сустав. То есть заболевание затрагивает весь сегмент. Не нужно думать, что это какое-то местечковое поражение чего-то там внутри коленного сустава или любого другого. Ну, я сегодня на стороне ненаучного сообщества, поэтому давайте с вами договоримся. Не каждый раз буду начинать с остео, да? Конечно, конечно. По крайней мере, будет понятно, о чем мы говорим. Так вот, артриты и артрозы – очень близко смежно звучащие понятия, и на самом деле многие из нас путают. Хотя различия между этими заболеваниями, наверное, есть, да? Насколько они кардинальны, и как в этом немножко разобраться? Чтобы было понятно, если мы говорим про артрит, мы говорим о заболевании воспалительного характера. Если мы говорим про артроз, это заболевание невоспалительного характера. Но есть, опять же, как всегда, дьявол кроется в молочах, и, например, за рубежом, та проблема, о которой мы говорим, называется остеоартрит. Почему? Потому что достаточно много исследований клинических показывают, что в процессе развития остеоартроза имеют место большое, скажем так, занимают большое место воспалительные процессы. Да, это не какие-то выраженные воспалительные изменения сустава, сопровождающиеся покраснением, повышением температуры тела, локальной или общей и так далее. Но если говорить о развитии заболевания, то воспалительный компонент имеет место быть, даже при таком вот нашем понимании, что это остеоартроз. Поэтому артрит в чистом виде, то, что понимаем мы, это все-таки воспалительный характер заболевания. То есть это какие-то системные заболевания, например, ревматоидный артрит, либо какой-то артрит вследствие инфекции сустава. Любой, бактериальный, вирусный. Это может быть реактивный артрит. То есть у пациента, который перенес какое-то заболевание, например, у пациента, он перенес тот же самый грипп, или какое-то простудное заболевание, и очень тонкая связь иммунной системы, патогенеза и взаимоотношений в организме приводит к тому, что у пациента может развиться. Как осложнение? По сути, это можно рассматривать как осложнение. Да, оно транзиторное, то есть временное, оно не сопровождается какими-то выраженными клиническими симптомами, но иногда это причиняет пациенту больше неприятностей, чем перенесенное какое-то заболевание воспалительное. А, наверное, в этот перечень входит и коронавирус, да, прибавилось пациентов после начала? Честно могу сказать, да, мы четко фиксируем сейчас такое увеличение пулу пациентов, которые приходят к нам на осмотр, обращаются на приемы, на врачебные, у которых имеются те или иные симптомы со стороны суставов. Это могут быть крупные суставы, это могут быть средние и мелкие суставы. При этом, когда мы начинаем, как врачи, выяснять анамнез заболевания этих пациентов, то есть что могло поспособствовать развитию вот этих проблем, кроме упоминания о том, что пациент перенес коронавирусную инфекцию, у этих пациентов мы не находим ничего. И, к сожалению, опасность и сложность ситуации заключается в том, что мы не знаем, что с этими пациентами делать с точки зрения доказательных подходов к их лечению. То есть мы видим пациента, он страдает, мы понимаем, что с суставом что-то не то, но, видимо, какие-то включаются очень такие тонкие иммунные механизмы развития болезни у этих пациентов, что, конечно же, мы их лечим, мы назначаем стандартное наше лечение по протоколу лечения, допустим, артроза, но не всегда оно бывает эффективным. Просто вы же тогда забегая, наверное, немного вперед, получается, что для лечения заболевания необходимо понимать его причины? Безусловно, артроз, и нужно людям это понимать и пациентам. Артроз – это то заболевание, в котором пациент должен являться активным участником лечебного процесса. Например, я на приемах всегда об этом пациентам говорю. Почему это важно? Потому что остеоартроз, как любое хроническое заболевание, оно требует лечения стационарного, например, но громадное значение, просто громадное, имеет лечение пациента в амбулаторном режиме, то есть в то время, когда он находится дома, живет обычной жизнью и так далее. Это и прием препаратов, это и какая-то регламентированность физических нагрузок, это и занятие гимнастика и прочее, прочее. И для того, чтобы пациенту привить комплоентность, ну, может быть, слово «привить» такое здесь в аспекте прозвучит политическом, но, тем не менее, комплоентность, то есть, чтобы он был привержен к лечению этой болезни, пациент должен понимать, что с ним, откуда это, куда, и почему мы назначаем те или иные препараты, либо какие-то, ну, другие способы лечения. Для тех, кто опоздал к началу программы, это «Звоните доктору» сегодня в нашей студии. Дмитрий Кудашев, врач-травматолог-ортопед. Мы говорим про остеоартрозы, ну, и артриты немножечко тут уже затронули. Может быть, кто-то удивится и воспримет это как первое время чумы, тут везде коронавирус, а мы про артрозы. А вообще актуально ли это заболевание? И есть ли смысл вот говорить его, обсуждать, насколько это распространено? На самом деле остеоартроз крайне распространенное заболевание. По статистике и нашей российской, и по мировой статистике оно входит в число пятерки. В некоторых странах оно замыкает тройку заболеваний, которые приводят к стойкому нарушению, скажем так, способности пациента к самообслуживанию, то есть к инвалидности. И заболевание поражает, оно имеет очень четкую тенденцию к поражению пациентов с определенного возраста. То есть чем старше у нас человек, тем больше риск развития заболевания этого, и тем, соответственно, больше популяции этих пациентов, и тем сложнее его лечить. То есть это крайне актуальное заболевание на сегодняшний день. Оно продолжает оставаться, я думаю, останется еще на долгие годы. Но вот раньше же говорили, что это проблема, ну, чаще всего пожилых людей, ну, еще проблема, может быть, спортсменов, танцовщиков. На сегодняшний день это как-то изменилось уже? Думаю, что да. Почему? Потому что, во-первых, как мы вот видим даже на том же примере коронавирусной инфекции, все равно происходят какие-то изменения иммунного статуса у наших людей, атака какими-то вирусами, какие-то заболевания, какие-то состояния, которые изменяют нашу иммунную систему от экологии до питания, все эти факторы, они точно так же сказываются на состоянии хряща и, соответственно, провоцируют или способствуют развитию остеоартроза, с одной стороны. С другой стороны, в настоящее время у нас крайне распространены, допустим, какие-то, ну, активные физические занятия молодых людей, хобби, катание на лыжах, коньки. То есть теперь это возможно делать, ну, не как раньше пришла зима, и мы встали на лыжи, а теперь это можно сделать и летом. Круглогодично. Круглогодично, да, и, соответственно, фактор травматизации, на который не обращается внимания, он тоже имеет место быть. Ну, и с другой стороны, все-таки категория пациентов, которые с возрастом перестают вести активность жизни, образ жизни активный, что очень важно для состояния сустава, он все равно возрастает. Почему? С моей точки зрения. Потому что люди остаются в квартирах, сейчас есть интернет, сейчас есть доставка на дом. То есть, ну, я так очень утрированно, чтобы было понимание, то есть люди, есть такой пул пациентов и пул людей, которые замыкаются, скажем, то есть... То есть обездвиженность это пул? Да, да, гиподинамия. То есть вот эта глобальная гиподинамия, которую человек даже не отмечает и не замечает, но она подтачивает. Давайте зрителей послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я Галина Урозаева. Я протезировалась в клинике. Я в течение года делала вначале на одну ногу, потом на вторую ногу. У меня низкий по коллективу всего вот этого, ортопедия. Это, знаете, это я ползал, приходил на операцию, когда... А после операции я сейчас уже через 4 месяца бегаю. Всего 4 месяца прошло? Да, вот я вторую ногу оперировала, протезировала в июле месяце. Во-первых, огромное вам спасибо за этот звонок. Наверное, нечасто вы получаете все-таки благодарности. Да, спасибо, очень неожиданно. Вроде бы, казалось бы, вопрос будет посвящен чему-то такому более трагичному. Да, вот. Спасибо огромное. Это очень здорово, что пациенты вот так вот, они восстанавливаются. На самом деле, 4 месяца. Нужно похвалить пациентку нашу, потому что, видимо, она очень четко соблюдала режим и двигательной активности, и реабилитации. Очень старалась, видимо. Спасибо большое за эти добрые слова. Это очень приятно на самом деле. Итак, по каким признакам человек может сам предположить, что у него именно вот это заболевание? Предположить можно по появлению, в основном, это два симптома. Первый симптом, конечно, это боль. Причем при артрозе, что характерно в отличие от других заболеваний, при том же самом артрите, либо чему-то еще другому, боль начинается постепенно. То есть пациент может отмечать какие-то неприятные сначала дискомфортные ощущения во время длительной ходьбы, во время ходьбы на какие-то большие расстояния, либо по неровной местности, подъем по лестнице на третий, пятый, четвертый этаж. То есть он начинает ощущать какие-то болевые ощущения при тех нагрузках, при которых раньше этого не было. И дальше происходит постепенный прогресс этих симптомов, этой боли. Она становится более постоянной, она становится более выраженной, она появляется в ночное время, то есть в состоянии покоя. И второе – это ограничение функции. То есть, как правило, это ограничение сгибания, разгибания, отведения, приведения, в зависимости от того, какой сустав у пациента предварительно поражается этой болезнью. Все остальное может иметь место. Какая-то припухлость, мы называем ее по-научному дефигурацией сустава, то есть он приобретает такие более округлые контуры, повышение температуры, какие-то звуковые феномены, щелчки, хрусты и так далее могут быть. Но сами по себе они скорее должны уводить доктора в какой-то диагностический такой дифференциальный поиск. А вот боль, тупая, ноющая и нарушение функции – это два основных симптома. Ответим на вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слышно меня, да? Да. Меня зовут Елена. Четыре месяца назад я получила травму, телевом, плеча и телевом локтевой кости. И вот через месяц у меня стали болеть суставы колен, сжатие айси. Это что, самое, не всегда останется или это приходящее? Вопрос понятен. Больная. Да, мы поняли, Елена, спасибо. Да. То есть, насколько я понял, травмы верхней конечности, а боли появились у пациентки. Я тоже так поняла. Да. На самом деле, такая нетривиальная ситуация. Здесь нужно посмотреть. Во-первых, очень важно понимать, это всегда работает, и нельзя никогда об этом забывать, что когда что-то развивается после чего-то, то это не всегда означает, что это что-то развивается вследствие этого чего-то. То есть, пациентка говорит нам о том, что была травма, и дальше начали болеть суставы. Нужно посмотреть, насколько есть связь патогенетическая. Не как все связаны. Да, это первое. А второе, тут нужно просто клинически, то есть, вам нужно, наверное, обратиться все-таки на прием, чтобы клинически посмотреть, что с суставами. Потому что, когда мы говорим о поражении нескольких суставов, это называется монопоражение от один сустав, такой поливариант, полиартроз или полиартрит, это всегда должно насторожить в плане какого-то ревматологического заболевания. Мы только что с вами говорили о признаках, и, честно говоря, вот мне до сегодняшнего дня не очень было понятно, почему я об артрозе должна говорить с хирургом. То есть, вроде бы, надо пойти к ревматологу, да? Кому все-таки с проблемой обращаться? Отличный вопрос, отличный вопрос. Значит, артроз относится к тому, к той патологии, к тому заболеванию, которое в условиях нашей страны, в условиях нашего здравоохранения, исторически так сложилось, его лечат специалисты нескольких профилей. То есть, это ортопеды, это ревматологи, это терапевты и даже удивительные хирурги в поликлинике. К сожалению, это данность сегодняшнего дня, которая влечет за собой несколько негативных моментов. Одним из которых, конечно, является то, что каждый из этих специалистов в какой-то степени смотрит на это заболевание со своей колокольни профессиональной. На самом деле, вопрос о том, что вот сейчас вроде бы мы говорим с хирургом, но мы же все-таки, у нас бывают периоды, когда мы снимаем перчатки, снимаем маски, хирургические костюмы, и мы также умеем, можем и знаем, как лечить остеоартроз консервативно. Потому что, естественно, что любое заболевание, оно лечится не только оперативно, но и консервативно. Поэтому все-таки, вот на мой взгляд, нужно приходить к ортопеду. Сразу, не раздумывая. Давайте ответим на вопрос, потом посмотрим сюжет. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня внук 15 лет. Ему диагностировали болезнь Азгута-Шлаттера. Я хотела бы спросить, мы ходили, конечно, к врачу, там начали с физиопроцедуры и так далее. Я бы хотела спросить, еще надо, значит, бандаж коленный. Я, значит, посмотрела отзывы, и там постоянно этот бандаж сваливается, как-то не очень хорошие отзывы. Вот нужно носить бандаж или не нужно? Коленный, коленный. Да, конечно, спасибо. Ну, коротко. Болезнь Азгута-Шлаттера, это по-другому так называемая остеохондропатия бугаристости большеберцовой кости. Очевидно, пациент, о котором мы говорим, занимается каким-то активным видом спорта. И это очень частая проблема в подростковом возрасте. Я могу вас успокоить, это заболевание однозначно, оно имеет течение, оно заканчивается. И с формированием скелета, ваш это внук был или племянник, он про это заболевание забудет. Что касается ортеза или бандажа или брейса, тут практически все это синонимы. Значит, на мой взгляд, тут нужно опять же ориентироваться на клиническую картину. Я бы все-таки советовал его носить. Его носить нужно буквально несколько часов в день, там не больше 6-8. А с другой стороны, если достаточно молодой пациент, то этот ортез, мне кажется, он будет, ну, насколько он здесь полезен, вот это вопрос. Именно связано с возрастом, с активностью. Поэтому пусть он его носит, но только на время либо длительных нагрузок, либо на время занятием спортом, если он продолжает этим заниматься. Но вот в бытовом варианте я не вижу целесообразности. Хотя, повторюсь, конечно, нужно клинически посмотреть пациента. У нас с вами не так много времени осталось о лечении поговорить. Давайте сначала сходим на экскурсию к вам в отделение, да? С удовольствием. И посмотрим, как проходит операция. Владимир Чичин год назад подвернул ногу, но тогда особого дискомфорта не заметил. Тупая боль в колене, с огибать было тяжело. И ходить, передвигаться вообще тяжело было. С месяца я решался сделать МРТ, а потом обратился к врачу. Оказалось, старая травма стала причиной прогрессирования артроза. В понедельник Владимиру прооперировали ногу, и уже через пару дней пациента готовы выписать. Еще какое-то время после операции ему придется пропить лекарство, пройти один так называемый консервативный курс лечения. То есть артроз – проблема важная и насущная. На ранних станях артроза, как правило, мы стараемся сделать такие так называемые палеотивные, органосохранные операции, когда мы сначала для посттравматического артроза убираем мениски, или делаем шов мениска, или делаем пластику передней, или заднекрестообразный связок, или боковых связок, чтобы стабилизировать сустав, тем самым отсрочив формирование посттравматического артроза. Если врач видит, что в операции пока необходимости нет, то он назначает курс лечения, который нужно будет проходить каждые полгода. Артроз – это то заболевание, вылечить которое нельзя. Однако при соблюдении всех рекомендаций медиков, пациенты могут практически не ощущать дискомфорта. Это программа «Звоните доктору» в студии Дмитрий Кудашев, врач-травматолог-ортопед, и мы сразу же отвечаем на следующий вопрос зрителей. Алло, здравствуйте. Я хотела, здравствуйте, проконсультироваться у Кудашева. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. У меня деформирующий артроз, деформирующий скаленный сустав, правый. В общем, ходила я к ревматологу-ортопеду, он мне сказал, вы пришли не ко мне. В общем, я лечилась у ревматолога. Вот я теперь пью утром артроз, нестероидный препарат, потом через амепрозол, я пью найс, но ничего не помогает. А после ковида у меня сейчас разболелись уже плечевые суставы и шейный отдел. Помогите, пожалуйста, куда мне обратиться. Я живу только на безбольжище в таблетках, но у меня большой вес, у меня сейчас сахарный диабет, добавку всему. Да, мы поняли, спасибо за вопрос. Ну, к сожалению, схему лечения, конечно, вы не назначите. Что делать, пациентки? Да, не откорректируем. Очевидно, речь идет о артрозе терминальной стадии, скорее всего, третьей либо четвертой, раз не помогают нестероидные противовоспалительные, в таком количестве, еще и в комбинации, как я понимаю. Поэтому, пожалуйста, вы можете обратиться в любую пятницу. Мы принимаем в нашем семиэтажном лечебно-диагностическом корпусе. С часу до четырех вы можете прийти со своими снимками. В порядке же в очереди мы посмотрим. И если там, как я предполагаю, есть показания к какому-то же инвазивному способу лечения, в виде, допустим, эндопротезирования, то мы, соответственно, организационно будем решать эти вопросы. Потому что ситуацию так оставлять нельзя. Мы в сюжете видели, вернее, слышали, что артроз вылечить нельзя. Ну и что означает? Что резать, не дожидаясь перитонита? Что вообще делать? Скорее всего, эта фраза больше для понимания, потому что четко должно быть ясно. Хрящевые клетки, к сожалению, и хрящевая ткань имеют очень низкую способность к репарации, к регенерации. Ну, не умеют они размножаться на наших хондроцитов. Вот так природа их обделила этой способностью. Поэтому в данном сюжете затронута очень важная тема – это посттравматические артрозы. Очень часто пациенты, получая какую-то травму, даже буквально незначительную бытовую, они либо не обращаются к врачу, либо обращаются в травмпункт, где им делают снимки, говорят, что у вас все хорошо, забудьте, и все будет прекрасно. Проходит месяц-два-три, пациент начинает появляться те самые симптомы, о которых мы говорили. И вот в этом случае, к сожалению, приходится уже ничего не дожидаться, а проводить оперативное лечение. Говорить о том, что остеоартроз не нужно лечить – это неверно. Его нужно лечить, потому что качество жизни можно поддерживать… Да вот только что мы слышали, да? Да, но качество жизни можно поддерживать и консервативными мероприятиями. Потому что остеоартроз, как любое хроническое заболевание, наше ортопедическое, на первых ранних стадиях, там первая-вторая, скажем, стадия, его можно и нужно лечить консервативно. А далее, если это переходит на третью-четвертую стадию, так скажем, за экватор, то мы, к сожалению, встанем вопрос об операции. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Я живу только на безбольнике. Помимо вот Майза и Артрагена, я пью еще и... Мы поняли, да, мы поняли ваш вопрос. Вы услышали, да, ответ, что вам нужно будет в пятницу? Да, мы каждую пятницу с часу до четырех принимаем в нашем семиэтажном корпусе. Придите, пожалуйста, к доктору. Я очень надеюсь, что ваши проблемы порешаются. По крайней мере, более же можно, наверное, как-то купировать. Дмитрий Сергеевич, вот меня заинтересовало, я видела на экране доктор, когда делал операцию, там как будто бы состригалось что-то такое белое и пушистое. Я, с одной стороны, боюсь вам задавать этот вопрос, это же ваша специальность, вы сейчас, ну, прям вот очень... Да, то, что вы видели, очень тонко вы отметили, это тот самый разволокненный хрящ. Ага. И этот элемент операции называется дебридмент. То есть, когда доктор убирает все эти частички хряща, которые функционально уже не работают, но вот за счет того, что они там как водоросли в суставе болтаются, ну, это такое, может быть, грубое сравнение, но тем не менее, они вызывают, они раздражают суставные поверхности, вызывают воспаление, боль, и их нужно убирать, да. Давайте попробуем очень коротко еще на вопрос ответить. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я как раз-таки коротко. Ранее диагностика, вот, поподробнее расскажите, пожалуйста. Ранее диагностика заболевания артроза очень коварная. В чем коварность? В том, что пациент, обращаясь к нам на прием, как правило, это пациенты, которым мы говорим, что у вас уже вторая, а то иногда и третья стадия. Почему? Потому что хрящ суставной не имеет болевых рецепторов. И пока хрящ не разрушится фактически до субхондральной кости, пациент, как правило, этого не замечает. Ну, опять же, я очень говорю так, может быть, несколько утрированно, но это, тем не менее, так и есть. Поэтому, как только вы почувствовали какие-то болевые ощущения в суставе, не нужно тянуть, не нужно заниматься самолечением, не нужно искать каких-то, скажем так, в газетных статьях какие-то способы решения ваших проблем. Придите к врачу, потому что ранняя диагностика – это рентгеновские снимки, и дальше уже по показаниям. Либо это магнитно-резонансная томография, либо УЗИ, либо компьютерная томограмма. Но прежде всего, снимки, конечно. Ну, пациент, очень многие, не пациенты, а просто люди, вот при каких-то таких болях пытаются, бутывают мнение в народе, что это отложение солей, что нужно соли разогнать. И люди ползают на коленях, бьют себя по суставам, что-то как-то пытаются разработать. Ни в коем случае, это частая проблема. Мы проводим постоянно профилактические беседы на этот счет. Во-первых, что касается, допустим, коленного устава, нужно запомнить, понять, коленный сустав природой, анатомически не сделан так, чтобы на нем можно было ходить, ползать и вообще опираться. Возникают очень выраженные срезывающие нагрузки на хрящие коленные чашечки, бедра. Это крайне отрицательная нагрузка на коленный сустав. Не надо никогда вставать на коленные суставы. Если вам нужно это сделать, положите подушечку, что-то мягкое, но старайтесь этого избегать. Что касается отложения солей, вот этого притча во языцах, на самом деле, конечно, никакие соли не откладываются. И естественно, что с нашей обычной солью пищевой это никак не связано. Исторически просто, видимо, это пошло от того, что при, когда делали аутопсию таких суставов, доктор или исследователь, который делал вот это вот вскрытие или изучал суставы, увидел, что по периферии суставных концов были такие определенные наросты, которые называются остеофиты. И вот им исторически дали название, что это вот такое отложение солей. Хотя никакого отложения солей, конечно, не происходит. Последний звонок возьмем, давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Ой, я Ермакова Петровна. Вот мне 67 лет, и я вот только что переболела ковидом, вот ровно 21 день, и у меня вот заболело колено. И куда идти, куда податься, не знаю, ну вообще невозможно. Не ходить, ничего, все делать, не знаю, в больнице все страшно еще ходить. Наверное, никаких еще иммунитетов нет. И к тому обратницу, не знаю, помогите, пожалуйста. Спасибо. И мы поняли, Дмитрий Сергеевич, вот минута осталась до окончания эфира, поэтому мега коротко. Обращайтесь к нам, записывайтесь на прием к сотрудникам травматолога ортопедического лени номер 2. Мы обязательно разберемся и поможем. Это безусловно. Да, короче, не бывает. Замечательно. Ну и прям вот еще очень коротко к вопросу самолечения. А массаж, прогревание? Физиолечение занимает свою очень широкую нишу. Это очень актуально. Я имею в виду дома, сходить в баню. Да, да, да. В разумных пределах, то есть без резких перепадов температуры. То есть все, как это, знаете, называется, без фанатизма. Можно, приветствуется. Но опять же, в зависимости от стадии, то есть все-таки сначала нужно выяснить, что с суставом, а потом уже... Но и не поможет. А радикально? Радикально, к сожалению, нет. Дмитрий Сергеевич, опять же, только теплые слава благодарности за участие в нашей программе. Понимаю, что разговор опять нужно продолжить. Но, тем не менее, на сегодня мы со зрителями прощаемся. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»